Об издевательстве над нами, непосредственно о ценах тема. Я хочу сказать, что вот все те, все те люди, которые склеивали в течение долгих лет свое, ну, небольшое, но уютное благополучие, всем этим людям, конечно, следует приготовиться к тому, что оно будет обрушено, приготовиться к бедности, к перекройке привычек и прочему. Я удивляюсь, почему власть не говорит об этом честно. И 2021, конечно, будет годом расплат адского шока. Власть могла бы сказать, могла бы свалить все на ковид. Они почему-то этого не делают, потому что вот эти все ухищрения Путина, его ледяной чекистский гнев, эти министры, расставленные по углам, на горох с окровавленными ягодицами, это всего-навсего свидетельство того, что жопа бездонна и спасения из нее нет. Конечно, виновен в этом только режим, виновен в этом только Крым наш, виновен в этом ряд непоправимых политических ошибок. И прежде всего вот эти идиотские самосанкции, которые непонятно зачем на себя, вот как в Вериге наложила Россия, закрывшись от океана принципиально дешевой в силу своей множественности восточноевропейской еды, которой действительно очень много и которая действительно привыкла, пусть и за копейки, но свои гигантские урожаи, свои огромные ресурсы пищевые сбрасывать в Россию, сбивая, естественно, цены. И удешевляя все естественным путем. Но Россия не собирается, несмотря на то, что беда на пороге, не собирается открываться для них как рынок, потому что ей, естественно, дороже ее державные понты, и что то, что будет дешевле, будет привозиться, но это будет давиться бульдозерами, потому что мы же понимаем, с какой степенью упертости мы имеем дело. А вот это вот сегодня, ты хочешь спросить про то, что они будут регулировать цены, Оленька? Нет, я хочу добавить к упертости сюжет, который поразил мое воображение. Судили некую контору за то, что у нее было объявление о продаже китайской капусты, это салат такой, из Польши, потому что это подрывает государственные устои, нельзя рекламировать капусту из Польши, это все, это разрушение, это объявление 2013 года, до санкций, но тем не менее, оно должно быть уничтожено, и сайт должен там понести какой-то ущерб и урон. Это я к этому самому вопросу. Да, и вот к тому, что те, кто сейчас надеется, что попытки регулировать цены возможны, но вот попытки регулировать цены на продукты, попытки играть вообще с торговлей в эти игры, это равносильно заявлению о возможности замедлить или ускорить вращение планеты. Нет, это абсолютно невозможно. Это и при большевиках, кстати, было нереально, и мне это известно лучше всех. Когда еще советская власть пыталась заставить торговлю менять цены в соответствии с государственными потребностями, но это было, правда, уже распадающееся государство, ну, примерно такое, как сейчас Россия, я помню эти эшелоны, набитые гнильем, когда торговля ухитрялась уничтожать продукты и делать все, чтобы не только не ронять цены, а поднимать их. У меня очень много было в секундах репортажей на эту тему. Это очевиднейшие вещи, и эту войну с торговлей, с принципом торговли, никакое государство никогда, ну, кроме, может быть, Северной Кореи, и то там пришлось бы расстрелять несколько десятков тысяч человек, чтобы навести в этом вопросе, как они думают, порядок, потому что всегда, запомните, всегда первыми, первыми дорожают самые дешевые продукты. Это тоже закон торговли, а потом они начинают тянуть все за собой, и начинает вот это происходить восхождение вверх по ценовой шкале. Продолжение следует...